Маленький дом вдали от дома. Ассоциация футбольных болельщиков Швеции раскинула шатер на фан-зоне в Сочи. В районе аэропорта пьяный мужчина уходил от полицейской погони и устроил ДТП. Лоб в лоб он столкнулся с Лексусом. Владельцам лайков помогут оформить документы, а доступ в туалет должен быть бесплатным. Глава Сочи проинспектировал пляжи Лазаревского района. Из старого только мозаика. В Сочи после ремонта открылась вторая спортшкола на Паярко. Первая партия продуктов со знаком «Сделано на Кубани» отправится с конвейера завода в Абинске. Местный творог, масло, молоко, кефир и сметана будут красоваться на полках магазинов с ярким символом качества. Сельхоз предприятия района посетил глава региона Вениамин Кондратьев, а после перспективы развития муниципалитета губернатор обсудил с местными жителями. Все подробности у наших краснодарских коллег. Каждый день в этих цехах готовы перерабатывать до 50 тысяч тонн молока. После масштабной реконструкции завод заработал на полную мощность. Свежий йогурт и кефир отправляются не только на прилавки магазинов Края, но и в санатории, детские сады и школы. К столу здесь теперь могут также предложить Абинский чечил, Брынзу и Сулугуни, рассказывают главе региона. Во время рабочего визита Вениамин Кондратьев специально заезжает на предприятие, чтобы оценить, как налажено производство. Вся продукция исключительно из кубанского молока. В качестве не дают усомниться и сами сотрудники завода. Вы сами кушаете то, что делаете? Вкусный, настоящий и полезный, да? Это самое главное, потому что я знаю, что продукция пользуется спросом вашего производства. И, наверное, это самое важное, что можно здесь сказать. Потребитель сам определяет, что вкусно, что полезно, но и доступно. Оценить кубанцы уже давно смогли и качество ягод из Абинского района. Вот, например, одно из первых фермерских хозяйств края, где выращивают столовые сорта винограда и земляники в закрытом грунте. В теплицах солнечная ягода созревает на три недели раньше срока. Это весомый аргумент в пользу экономики, отмечает Вениамин Кондратьев. Своего покупателя уже давно завоевало и сельхозпредприятие по соседству в хуторе Ириванском. За последние три года здесь произвели больше 22 тысяч тонн яблок, слив, алычи, персиков и черешни. Губернатору показывают базу хранения. Сейчас там почти 8,5 тысяч тонн фруктов. Сегодня импортозамещение, так называемые санкции, они помогают нашему сельхозтоваропроизводителю выйти на рынок. Вот если откроются границы, вы способны будете конкурировать с аналогичными фруктами из-за рубежа? Способны, потому что мы уже новая тара, новая тара деревянная, пласка, другая, сейчас чипа. Ставим линии, поставим, сортировать, сейчас посмотрим. Станок, который, картон, требует от нас сети. Только иначе. Вот самое главное, чтобы сельхозпроизводители края были уверены в том, что когда завтра границы отстроятся, санкции снимутся, мы должны ни в коем случае с рынка не уйти, а своей продукцией хозяйственной остаться. Остаться и уже никого вне санкций на рынок и края, на части нашей страны не пустить. Потому что наша продукция, она будет конкретно способная, она будет высокого качества, она будет красиво упакована. На самом деле потребитель, уже житель и края страны, покупая, проголосует за кубанскую, по крайней мере, нашу продукцию. За счет увеличения площадей садов и повышения урожайности предприятие планирует выйти на производство фруктов до 30 тысяч тонн в год. Цифры вполне реальные, уверены аграрии. Несмотря на то, что Абинский район больше славится своими металлургическими достижениями, жителям удалось заложить фундамент конкурентоспособного сельскохозяйственного центра, а еще приятного места для отпуска. Во время рабочего объезда главе региона показывают новое место для привлечения туристов. Добраться туда можно на плоту через реку. Зона отдыха ничуть не уступает европейским курортам, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Надо иметь и талант, и настолько огромное желание для себя, или для людей, как для себя, чтобы создать такие места, создавать такие места. И это все от хозяина зависит. Насколько он хочет это сделать, насколько он желает сделать так, чтобы обычные территории, где-то вот такие незрачные, превращались в такие места, любимые уже жителями и стали массово посещаемыми. По темпам развития Абинский район сегодня занимает 13-е место в рейтинге края. Только за последний год муниципалитету удалось привлечь около 5 миллиардов рублей инвестиций. При этом бизнес готов вложить в развитие территории еще больше, докладывает Вениамин Кондратьеву уже на традиционные встречи с активом. В Холмской даже есть целая площадка, где планируют возвести несколько промышленных предприятий. Но вот инвесторы пока туда идут неохотно. Проблема с энергетикой, затащить туда. Приходят инвесторы, говорят, все хорошо, логистика великолепная, потому что проходит трасса Краснодарного-Российск, рядом железная дорога, рядом дорога на гидроузел на Федоровку и другой выход, но нет энергетика. Это в принципе у них промзона. И на эту промзону готовы зайти те, кто потенциально создаст новые предприятия, значит новые рабочие места и потенциально налоги, которые район получит. Но тогда понимается и с точки зрения этого, это ухущенная выгода, которая сейчас просто вот так вот уходит в время безвразвратно, которое мы уже не наверстаем в виде, в том числе и потенциальных налогов, которые могли получить. Я уже, я еще не подчеркиваю даже про рабочие места, зарплаты. Что касается инфраструктуры, то единственным возможным способом, как и склады, газогенерации. В принципе, те мощности, которые сегодня им нужны, мы способны их найти на территории региона в рамках, опять же, собственной генерации. Что касается электричества, но его здесь нет. Мощностей не хватает, просто физически не хватает. На сегодняшний день резерв мощности составляет 13,6 мегаватта. То есть 13,6 мегаватта с учетом уже поданных заявок. Это резерв. Я еще раз подчеркиваю, газ там нужен, электричество нужно, инвестор там нужен в первую очередь. Инвестор придет тогда, когда площадка зафункционирует, и все, коллеги, весь вопрос занимается. Договорились. Всегда к Андрею Анатольевичу и четко смеся с главой района, и понимание должно быть, что нужно, чтобы там появился и свет, и газ. Все, что необходимо, уже пришел инвестор. Решение проблемы дефицита энергетических мощностей даст новый толчок к развитию муниципалитета, уверен, Вениамин Кондратьев, ведь потенциал сегодня огромный. Промышленность, сельское хозяйство, туризм, проекты успешно реализуются во всех этих отраслях. А значит, по темпам экономического развития у Абинского района есть все шансы стать лидером в крае. Мария Крошина, Инна Чайка, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Абинский район. Вениамин Кондратьев потребовал прекратить в Краснодаре выдачу разрешений на строительство без разработанных дорожных карт в каждом микрорайоне. Глава региона провел заседание Градсовета. За столом переговоров собрались представители краевой и городской власти, а также общественники. В администрацию региона не уменьшается поток жалоб от жителей Кубанской столицы на точечную застройку. Например, в районе улиц Уральской и Старокубанской возводят дома, рассчитанные на 14 тысяч жителей. При этом школы и детские сады уже и без того переполнены. Мы договариваемся, договариваемся, но наши договоренности на практике никак не реализуются. Не бывает так, когда мэрия или архитектор, бизнес строительный, они не хотят жить по-новому. Ну и горожане не хотят жить по-старому. Мы договаривались насчет точной застройки, договаривались. Ну и почему она продолжается, я не могу понять. Коллеги, тут не надо же меня вставлять монстром. Я реально понимаю, что город должен развиваться, он должен строиться. Но строиться комфортным. Мы же договорились, город должен строиться комфортным для жизни. Не только квадратные метры, а жизнь должна поселяться в этих квадратных метрах, в этих кварталах. Если у вас на 14 тысяч жителей этот квартал, микрорайон можно сказать целый, небольшой, то тогда где благоустройство, где комфорт, где социальные объекты, а не где? Вот об этом кто должен думать? Мэру Краснодара Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть кадровый состав департамента архитектуры и градостроительства. Ну и вернемся в Сочи. Маленький дом вдали от дома. Ассоциация футбольных болельщиков Швеции решила поддержать свою сборную и ее фанатов и раскинула шатер на фан-зоне в Сочи. Шатер Ассоциации футбольных болельщиков Швеции с различными активностями на фан-зоне FIFA будет работать 21 и 22 июня. Здесь ребята из группы поддержки национальной сборной всем желающим рисуют флаг Швеции и ждут в гости своих соотечественников, которые уже начинают пребывать в Сочи. Матч группы F Германия-Швеция на стадионе Фишт состоится уже в эту субботу. Мы расположили здесь свой стенд, чтобы болельщики могли заходить, задавать вопросы. Это маленький дом вдали от дома. Приехали мы накануне, впереди два матча, пока настроение хорошее, потому что наша команда выиграла первую игру и поэтому есть надежда, что все будет хорошо. Мы в шоке от Сочи. Фан-зоны никогда раньше здесь не были. Все здорово. Главное наше желание сейчас – это, конечно, гол. Мы хотим гол и больше ничего. Напомню, в подгруппе F Швеция имеет три очка после победы над Южной Кореей. Германия – ноль. Она потерпела поражение от мексиканцев. Точку в этом противостоянии поставит матч в Сочи 23 июня в 21.00. Ну, к слову, помочь иностранным гостям в Сочи готовы все. Так, сотрудники полиции вернули потерянный телефон болельщику из Бразилии. В дежурную часть центрального района обратился гость из Бразилии. Родриго Гоис сообщил, что забыл свой телефон в такси. Сначала искал самостоятельно, пытаясь позвонить на него, но безуспешно. И мужчина пришел за помощью в полицию. Пока полицейские принимали заявление и разбирались в обстоятельствах, стало понятно, что болельщик не успеет самостоятельно добраться до стадиона, где уже через час должен был состояться футбольный матч. Чтобы гость чемпионата, впервые приехавший в Россию, не пропустил матч, полицейские доставили его на стадион Фишт. Пока болельщик наслаждался игрой, был установлен автомобиль и водитель такси. Утерянный телефон обнаружен в салоне машины. И уже по окончании матча стражи порядка сообщили Родриго о том, что аппарат найден. На следующий день телефон вернули владельцу. Я думаю, русские полицейские лучшие. Они проделали огромную работу, и я очень рад. Я очень счастлив быть здесь, и это здорово. Было приятно видеть, что мы пусть своими усилиями, пусть не такими значительными, но доставили человеку приятно. И мало того, что он получил удовольствие от проведенного времени в России и от футбольного матча, еще было очень приятно, и, конечно, получить от него безумную благодарность за нашу работу, за наше понимание. И вообще было очень приятно общаться с этим молодым человеком. Ну а спасатели, отвечающие за безопасность мундиаля в Сочи, организовали турнир по мини-футболу. Десять сборных команд МЧС России, отвечающих за безопасность чемпионата мира по футболу, организовали свой внутренний мини-футбольный турнир. В общей сложности в нем принимают участие более ста спасателей из Краснодарского края и Ростовской области. Турнир стартовал 14 июня и продлится до 4 июля. Матчи проходят на тренировочной площадке в Сочи. Участвуют пожарные, сотрудники надзорных органов и органов управления МЧС двух регионов. Когда я узнал, что меня командируют в городе Сочи для проведения обеспечения безопасности самого чемпионата мира по футболу, я был очень рад, потому что это действительно очень почетная задача. А то, что здесь проходит турнир по мини-футболу, это действительно очень приятное мероприятие, так как я занимаюсь всю жизнь футболом. Это мое увлечение. Сейчас в лучших традициях футбольного турнира определились победители группового этапа. Впереди у сотрудников ведомства борьба за победу в финале. Лидеру соревнований вручат кубок главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Тем не менее, спасатели МЧС должны быть всегда на готове. Накануне снова понадобилась их помощь. В Сочи пьяный мужчина уходил от полицейской погони и устроил ДТП. Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 20 июня в районе сочинского аэропорта. По предварительным данным, водитель 99-й модели ВАЗ выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Лексусом. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы. Чтобы его извлечь из покореженной машины, спасателям пришлось использовать спецтехнику. По неподтвержденной пока информации, виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, очевидцы утверждают, что за рулем он пытался скрыться от полицейского преследования. Глава Сочи осмотрел пляжи Лазаревского района. Анатолий Пахомов проверил, как справляются с работой арендаторы пляжных территорий и выслушал мнение об отдыхе в Сочи от туристов. Все подробности в нашем следующем материале. Береговая полоса Лазаревского района – это почти половина всех пляжей курорта Сочи. Каждый из 40 здешних муниципальных пляжей к открытию купального сезона был благоустроен. Широкие береговые полосы, эрарии, прокат пляжного оборудования, спасательные вышки и укомплектованные медпункты – это стандартный набор для каждого из городских пляжей. Все это есть в Дагомысе, однако глава города находит недочеты и отводит подчиненным сроки на их устранение. К примеру, почти на километре пляжной полосы и набережной не создано условий для досуга детворы. Нет и информационных указателей с запретом курения, как, впрочем, и специальных мест, отведенных для курильщиков. Указатель поставить, место для курения, и все на это. Но с курением надо бороться, потому что, если там, скажем, у нас в центре, в Адлере, этому для это огромное внимание, то у вас, как с добрым утром, он сидит, выпивает на лавочке. Пляжная инфраструктура курорта должна соответствовать запросам гостей, поэтому общение с отдыхающими – обязательный пункт программы осмотра любого пляжа. Туристы на пляже «Горный воздух» высказали серьезное замечание. За доступ в туалет с них здесь пытаются брать деньги. По словам главы города, каждое такое нарушение станет поводом для разбирательств. Доступ в туалеты на муниципальных пляжах должен быть бесплатным. И любой арендатор, нарушающий эту установку, подвергается серьезным санкциям, вплоть до расторжения договора аренды. Отдыхающим о таких случаях рекомендуется сообщать на горячую линию Управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города. По телефону 8 928 458 1461. Потребуются административные меры и для наведения порядка на торговых рядах перед входом на пляж Вардоне. Ларьки, в которых продают пляжные принадлежности, выглядят вполне опрятно. Но их владельцы уплатой налогов себя не обременяют. Земля здесь частная и объекты оформлены, как ИЖС. Глава города пояснил, что муниципалитет готов оказать людям необходимое содействие в оформлении документов для изменения целевого назначения. Но заниматься незаконным предпринимательством и уклоняться от уплаты налогов им дальше не позволят. У них два варианта. Либо они сносят это все и строят как положено, либо переводят эти земельные участки под коммерцию, платят за это налоги. И в соответствии с этим мы даем разрешение, говорим, торговые ряды должны выглядеть вот так. Зато торговать без уплаты аренды и взносов здесь разрешено владельцам личных подсобных хозяйств. Для них у самого входа на муниципальный пляж Варданы оборудованы торговые ряды, где жители поселка продают овощи и фрукты со своих приусадебных участков. Отдыхающим это новшество нравится, да и в целом они довольны условиями и ценами на отдых на Лазаревском Зморье. Вам нравится здесь? Нравится. Мы второй раз тут уже. А первый раз когда были? В 16-м году были. Сейчас лучше стали пляжи? Конечно. Обновилось много, много обновилось. Очень хорошо. Мы рады. И нам очень нравится здесь. Закончился объезд пляжных территорий в Головинке. И здесь практически завершены масштабные работы по благоустройству территории вокруг знаменитого тюльпанового дерева. А сам лириодендрон тюльпаноносный, как по-научному называется этот легендарный исполин, попал в финал конкурса «Российское дерево года». Его итоги будут подведены осенью. Ну а сочинцы и гости курорта уже сейчас могут проголосовать за одну из природных достопримечательностей курорта на сайте организаторов конкурса. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Конкурента нужно знать в лицо, решили сочинские отельеры и отправились в учебно-образовательный тур в Турцию. Наблюдениями и выводами специалисты сегодня поделились с коллегами за круглым столом. Продолжит Инга Габешия. Организовала тура сегодня и круглый стол по следам учебного тура в Турцию – Ассоциация отельеров «Амос». Месяц назад 20 единомышленников, руководителей сочинских объектов размещения, за неделю посетили 5 турецких городов, побывали в 8-5-звездочных отелях, где пообщались с их генеральными менеджерами и заглянули, как говорят сами отельеры, на кухню гостиничного бизнеса Турции. И сравнили увиденное с Сочи, в том числе по реализации программы «All Inclusive». И безусловно, это правильно смотреть на опыт наших турецких коллег, которые уже успешно этот опыт внедряют. То есть, ну, здесь абсолютно верно, нужно смотреть, подсматривать. Цель, которую вот у ассоциации – помочь всем отелям города Сочи зарабатывать больше, быть более успешной и иметь больше довольных гостей. Полностью перенимать опыт Турции на курорте Сочи было бы неправильно, отмечают сочинские отельеры. Ведь Сочи изначально строился как лечебный курорт, а курорты Турции – под пляжный отдых. По этой же причине не стоит и сравнивать стоимость услуг двух конкурентов. Но в любом случае вердикт профессионалов – Сочи может по праву гордиться высоким уровнем гостиничного сервиса. Да и о такой загруженности, как в южной столице России и в Турции, не идет речи. Конечно, идет процесс работы с узкими нишами. То есть, кто-то в межсезоне выбирает работу со старшим поколением и создает все условия для того, чтобы пенсионерам в Сочи было очень комфортно. Кто-то сосредотачивается на поклонниках горных лыж, кто-то хорошо работает с молодыми спортсменами. И вот эта сегментация, она в Сочи продолжается, процесс идет. И цель в каждой нише – стать номер один в России. Обсудили сочинские отельеры на традиционной ежегодной июньской встрече, курортные сборы и результаты начала высокого сезона. Заглянули и в межсезонье, подготовка к которому в местных санаториях и отелях уже в разгаре. Успеху способствует и сотрудничество с властями курорта. При главе города Сочи создан Совет по туризму. В него вошли авторитетные представители гостиничного бизнеса. Среди них и председатель правления Ассоциации отельеров «Амос». В том числе и этот плодотворный диалог, подчеркивают специалисты, позволяет рассчитывать на достижение поставленных целей. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сегодня город сделал отличный подарок юным спортсменам. Торжественно после капитального ремонта открыта детско-юношеская спортивная школа номер два на улице Паярка. Расскажет Елена Овсецина. Строители признаются, возвести новый корпус гораздо легче, чем отремонтировать старый. Но это историческое здание 1937 года постройки. Поэтому было принято решение год назад реконструировать его с тем условием, чтобы детей здесь занималось еще больше. В довоенные времена в этом здании располагалась электростанция. Спустя 26 лет его переоборудовали в спортшколу с бассейном. Собственно, с тех пор больше ремонта и не было. И вот в октябре 2017-го по поручению главы города Анатолия Пахомова началась капитальная реставрация. Было выделено 120 миллионов рублей, только на один бассейн ушло 16 миллионов. Теперь он отвечает всем современным требованиям. А система фильтрации воды стала мощнее и качественнее. Историческая мозаика – единственное, что осталось нетронутым. Полностью заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка, вентиляция, водоподготовки. Абсолютно новое оборудование современное, которое позволяет круглосуточно контролировать качество и температуру воды. Сегодня старт пловцам дал лично глава города. Эти ребята первыми опробовали дорожки нового бассейна. Их четыре в длину, он остался таким же 25 метров, но стал чуть мельче. Причина проста – прыжками в воду в Сочи интересуются гораздо меньше, чем плаванием. Гева Кулик 6 лет занимается плаванием, не раз участвовала и в городских и краевых соревнованиях. Мы здесь уже не плавали где-то год, и он очень сильно изменился. И приятно видеть его таким новым, обновленным. Открытые двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. Виктория Тофт плавает с 2012 года. Все получается, говорит ее бабушка, и даже делает снимок на память с главой города. К ним присоединяются и другие участники торжественной церемонии открытия второй спортшколы. Если раньше детей занималось чуть больше 700, теперь здесь 1200. И число желающих попасть в секции плавания, гимнастики и баскетбола увеличивается. К тому же у школы богатая спортивная история. Здесь начинали свой славный путь обладатель первой олимпийской медали среди советских плавцов Харис Юничев, бронзовый призер Олимпийских игр в Мехико Владимир Немшилов, серебряный призер Кубка Европы 1975 года Виктор Алявьев, заслуженные мастера спорта по баскетболу братья Захар и Евгений Пашутины, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Дарья Кондакова. Мы намерены продолжить работу по не только строительству новых спортивных объектов, а это у нас происходит почти каждый год. И даже сейчас после чемпионата мира по футболу, в наследство от чемпионата мира по футболу нам достанется три футбольных поля, и мы надеемся, что 2000 наших школьников дополнительно получат возможность заниматься футболом. Кроме этого, мы намерены продолжать реконструкцию существующих, действующих спортзалов. В следующей очереди на реконструкцию спорткомплекс с бассейном на улице Юных Ленинцев. Там ремонт начнется в следующем году. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи презентовали первый российский «Солнцемобиль СОЛ». Он создан командой студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Солнцемобиль» накануне протестировали на трассе «Формулы-1» на Сочи-автодроме. Заезды стали финальными перед отправкой машины в США. Для участия в чемпионате American Solar Challenge. На презентации первого российского «Солнцемобиля» побывала и наша съемочная группа. Инновационный и стильный, легкий и бесшумный. Вот он автомобиль будущего. Вес не более 200 килограммов. На крыше солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Машина движется благодаря им, но также может подзаряжаться от обычной розетки. Корпус и некоторые элементы ходовой части сделаны из углепластика. Такой материал применяют преимущественно в авиации и военной технике. Создателями первого российского «Солнцемобиля» стали студенты и аспиранты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Хотелось сделать что-то необычное, что-то сложное. То, что в России пока еще, к сожалению, никто не делал. Собрались мы с ребятами и начали работать. Первый раз мы прототип представили в октябре, опять же в Сочи, на фестивале молодежи и студентов. Потом нам пришлось провести некоторый реинжиниринг, доработать его. В принципе, на все про все у нас ушло два года. Машина уже прошла тесты в Пулково, финальные на Сочи автодроме. Управлял автомобилем, который может разгоняться до 120 км в час, известный гонщик Дэвид Маркозов. Пилот команды СМП «Рейсинг» отметил, автомобиль хорош, но требует доработки. Знаете, как будто бы новый айфон появился. Потому что не похоже, что автомобиль будет двигаться без бензина. То есть я не пробовал, пробовал электромобиль, понимаю, что заряжается от розетки, электричество. Доработать нужно. Я говорю, шасси я бы доработал, чтобы она была быстрее, хорошо бы управлялась и лучше тормозила. На доработку не так много времени. Заезды в Сочи стали финальными перед отправкой машины в США для участия в «Американ Солар Челлендж». Это чемпионат среди солнцемобилей. Гонка пройдет с 14 по 22 июля. Кстати, российскую машину назвали «Сол», то есть одни солнечные сутки на Марсе. Один «Сол» равен примерно 3 тысячам километров. Именно столько в рамках чемпионата в Штатах и должен будет проехать наш солнцемобиль. Эта модель создана специально для гонок. Но технологии, используемые при его проектировании, в перспективе могут быть применены и при создании транспорта будущего, предназначенного для городских дорог и личного пользования. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении информация от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-оздоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.